Привет! С вами Дарца Тарковска. На сегодняшний день краудфандинг является одной из самых актуальных тем для многих молодых исполнителей. Хотите записать новый альбом или снять клип, но нуждаетесь в финансировании? Благодаря специальным платформам вы можете напрямую обратиться к фанам за поддержкой. В то время как некоторые музыканты все еще сомневаются в своих силах, другие уже успешно проводят первые краудфандинговые кампании. В подтверждение этому я пообщалась с фронтвумен московской группы «Ревантулет» Александрей. «Ревантулет» — российская симфометал-группа, которая образовалась в 2008 году. В переводе с финского название означает «северное сияние». Несмотря на свой достаточно молодой возраст, музыка «Ревантулет» уже успела полюбиться. Заручившись поддержкой своих фанов в начале 2013 года, участники группы провели свою первую краудфандинговую кампанию. Мы проводили краудфандинг для того, чтобы обеспечить наш выпускный альбом. Он сейчас в процессе окончательной записи, скоро будет введение. И так как краудфандинг, я считаю, у нас очень достаточно успешный, мы обеспечили мастеринг у одного очень известного запрежиссера из Финляндии. Слушай, ну это очень здорово. А когда ты впервые узнала про краудфандинг? Ну, собственно, не так давно, когда я вообще начала интересоваться темой какой-то там расрубки в интернете и что с этим вообще делать. Конечно, все везде говорят о замечательном примере Аманды Палмер. Я, конечно, не рассчитывала, как она набрала такую сумму, но было очень интересно попробовать вообще, что из этого получится. И практически моментально, да, ты ощутила, что можно это как-то использовать для своей группы? Или все-таки ходили, думали? Ну, даже мы поняли, что это надо использовать, просто мы очень долго соображали, как это правильно сделать. И мне кажется, это было совершенно не зря потраченное время. Опять же, наш разговор с тобой нам очень помог в плане проведения такого пиара этого мероприятия в процессе уже. И мне кажется, я сейчас наблюдаю за несколькими своими знакомыми группами, которые тоже не так давно решили произвести компанию. Им вот как раз немножко не хватает такой заранее подготовленности и какого-то расчета, ну, по тем же вознаграждениям, по тому, как они, собственно, просят людей что-то им пожертвовать. Потому что некоторые пишут вот... Ну, выглядит это примерно как песни небезызвестной группы «Новый СПЛО». Там неместные приехали на лечение, украли все документы, нам не хватает средств на наш альбом. Мне кажется, это очень печально и не очень вдохновляет людей. Так что подготовка, она решает в этом мероприятии. И сколько вы так осуществляли свою подготовку? Ну, наверное, месяца полтора-два мы раздумывали над тем, что именно и как нам делать. Рассчитывали в бюджет, сколько мы сможем вообще вложить в это дело. Ну, мы как бы предлагали какие-то материальные вещи. В смысле, там, что диски, там, футболки. И, естественно, даже если один человек и закажет, то придется все равно отчатывать минимальный тираж. И смотрели, естественно, как другие исполнители проводили свои кампании, какие у них были бонусы и тому подобное. А появились вообще в ходе подготовки какие-то сложности, может быть, непредвиденные технические какие-то моменты? Да, ну, кажется, очень все было сложно. Были какие-то нюансы именно с тем, что мы проводили краудфандинг на международной платформе. И там нужны были какие-то очень статистические банковские реквизиты. Даже моя подруга-бухгалтер не сразу сообразила, что же им там нужно. Вот. Пришлось обращаться именно в наш банк и уточнять, какая информация все-таки нужна. Это, пожалуй, было самое проблематичное. А что касается, ну, как бы, именно нашей стороны обеспечения все это мероприятие, он был очень легко и прост. Ну, вот, кстати, на тему платформы. Вы выбрали Indiegogo, хотя вариантов достаточно много и зарубежных платформ, и отечественных. Почему именно Indiegogo? Ну, во-первых, там проводила одна такомая тоже синхроник металл-группы в своей компании. Было интересно просто, как сравнить по там. Есть такие, ну, совсем финансовые нюансы, которые, я думаю, не стоят опускать в процессе конфайдинга. Во-первых, там достаточно прозрачная и более выгодная, чем на российских, по крайней мере, сервисных комиссиях. При этом она разная для двух типов компаний, которые там есть. Это тоже очень, мне кажется, важный момент, что некоторые товарищи, с которыми я наблюдаю, они выбирают либо платформы, которые работают только таким образом, либо тип компаний, когда можно получить сумму, только набрав свою цель, которую изначально ты воспанавливаешь. Для молодой группы, которая еще вообще ничего никогда в жизни не получала и не зарабатывала на музыке, мне кажется, что это не очень разумно, потому что ты можешь вообще ничего не получить, разочароваться в этом и никакой помощи тебе от этого не будет. Ну, сколько может быть, какое-то моральное удовлетворение, что 2-3 человека там хотя бы тебе тоже пожертвовали. Вот, собственно, Indie Bullgo, о чем лишь я, есть два типа компаний, это Flashable, которую мы использовали, и FIX, ну, FIX, как я упомянула, когда сумма тебе приходит только после превышения этой пороговой часы, а Flashable – это любая сумма, которую ты получаешь, не зависит от того, как это было по стране, тебе этот FIX переходит на счет, либо сразу же, если это PayPal, либо после окончания именно через банк перевод. Это, я думаю, одно из основных преимуществ этого сервиса, потому что очень многие пишут, что вот, у нас сервис очень серьезный, и поэтому, если финансирование получилось не полное, то человек, который успел все это мероприятие, он не может полностью ее обеспечить и так далее и тому подобное, но мы-то музыканты, мы все равно понимаем, что если даже мы все не набираем, это и с моего кармана будем финансировать. Я поняла. То есть в плане организации вот Indiegogo попроще, чем Kickstarter, потому что там же нужно определенное гражданство, счет. Это тоже очень проблематично. Некоторые сайты, ну, в принципе, так как это вообще движение зародилось в Штатах, они ориентированы именно на штатовских пользователей, и надо, чтобы тебе действительно делали счет в банке, гражданство и много-много таких подробностей. Если вообще, мне кажется, ориентироваться на западную аудиторию, то вот именно международных сайтов, которые подходят для неграждан, скажем, к государству, организовавшего этот сайт, достаточно мало. Либо у них там есть сложности с банками с вещами, так что если есть западная публика, лучше ориентироваться на Indiegogo. Если нет западной публики, лучше тогда какой-то российский или ДСНГ. чтобы не было таких странных... Да, вот, собственно, у нас просто западных слушателей больше, и про фандинги, ну, процент 60, наверное, если кто-то что-то пожертвовал, были совершенно разные страны, от Японии до Канады. Я там смотрела, у вас карта даже, откуда были сделаны донейшнс, очень действительно эффектно и интересно выглядит. И возвращаясь к моменту подготовки, по-моему, когда мы с тобой проводили скайп-консультацию, вы как раз готовили к старту краудфандинг-компанию, и мы в основном общались как раз на тему, как максимально долго держать интерес слушателей к тому, что у вас происходит. Что в итоге тебя заинтересовало, что ты применяла, может быть, что понравилось? Ну, заинтересовало-то меня все просто. И на все сразу хватает сил, возможностей и времени, ну, и, конечно, когда слишком много таких заданий вокруг, я не на всем получается фокусироваться настолько, насколько хочется. Вот. Но самые интересные такие вещи, которые мы уловили, это именно описание, процесс записи, чтобы люди понимали, что там действительно что-то происходит, мы выкладывали видео примерно раз в неделю, может, с большим промежутком, в том, как мы записывали барабаны, как мы записывали бас, и так далее, и тому подобное. Потом я рассказывала о наших песнях с небольшими музыкальными примерами на постепиано, чтобы люди вообще понимали, что они услышат, потому что с момента начала кампании у нас выпущено было два сингла всего, и третий мы выпустили уже в процессе. Соответственно, надо было рассказать, что же там будет. Вот. И очень забавную такую мы фишку придумали. Ну, в принципе, мы развили твою идею о благодарности с каждым фондом. Делали фотографию со мной и бумажечку, на которой было написано «Саньки, спасибо» на языке товарища, который пожертвовал, и какой-то маленькой картиночкой, которую я рисковала, посвященной либо его стране, либо его хобби, если я знаю этого человека более близко. В общем, такая сигна, можно сказать, благодарности. И потом мы, собственно, эти бумажечки им отправим вместе с детьми. Самое сложное, конечно, на креативе изначально. Кстати говоря, опять же, относительно видео для краудфандинга. У нас было очень забавное видео приветствие. Это очень креативная, действительно, фишка. Мы сделали акустическую версию своей же песни, собственно, заглавную с альбома. Только у всех в самом акрофандинге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! То есть получается, что вот по контенту вы его не планировали заранее, он появлялся по ходу кампании. То есть у вас есть был просто вектор какой-то, и вы... Да, мы примерно представили себе, что там должно вообще происходить. И по мере надобности и возможности собственно воплощать. Так как мы изначально подготовили на позитивной волне всю эту кампанию, что просто участие в какой-то глобальной идее, а не потому что они такие бедные, несчастные, и так далее, самопозобные, люди относились к этому достаточно позитивно. Особенно, собственно, западные слушатели, потому что для них это уже как-то более естественно проходит. они поддерживали больше, репостили в Facebook, в тематических группах какие-то знакомые тоже рассказывали о нашей кампании. Что касается нашей именно российской и СНГ-шной так сказать публики, это было не то, что хуже, просто менее явно. В основном участвовали именно люди, которых мы знаем лично. Собственно, из России жертвы, если их, конечно, достаточно много, но это люди, которых мы знаем. Друзья, знакомые, родственники. Поэтому у нас это просто еще, мне кажется, не очень упряжившаяся такая форма общения с фанатами. Поэтому они к этому немножко насторожены. Опять же, есть некоторая разница, конечно, между нашими зарплатами и западными, потому что для наших, хотя мы делали достаточно различные суммы от 5 долларов до 5 тысяч и, на сожалению, 5 тысяч на суток не заказал. Все равно и есть еще, конечно, нюанс, что у нас не все пользуются PayPal или банковскими картами. Очень многие опасаются банковскими платежей. В этом смысле удобнее российские платформы, где можно просто телефон сомат. А на Индии Google именно была в основном PayPal привязка к карте? Да, PayPal или банковский платеж через карточку. Ну, в принципе, это, конечно, очень просто, через карточку платить даже моя мама это смогла. Ну, там, конечно, с PayPal есть особенности в том, что в России его нельзя обналичить, но так как мы планируем в любом случае эти деньги отдать на мастер за рубежом вот на смешку он ломал. Окей, какие итоги? Итоги исключительно позитивные. Мы вообще поняли, что мы делаем это все не зря, что людям это интересно, это очень мотивирует нас дальнейшее творчество. Собственно, если в цифрах мы получили 1500 долларов, это, мне кажется, для группы, у которой было меньше 1000 подписчиков по всех социальных сетях, это очень даже неплохо. И то, что у нас было, как я говорил, всего 3 песни выложила, то это достаточно показатель. Я даже посчитала такую забавную статистику, какой процент от наших подписчиков сделал нам пожертвование. У нас получается около трехклорийный процент. У студентов, которые я тоже неоднократно изучала, и у многих, в среднем калибрится от полутора до одного и восемь. Так что, мне кажется, показатель не плохой. Есть к чем стремиться, есть к над чем расти. Надеюсь, есть к ним дизитровать еще одну компанию будет еще лучше. Есть желание повторить? Да, я думаю, после выхода альбома мы ничего не придумаем. Например, проведем компанию для финансирования клипа, или, может быть, уже следующий альбом, или концерт с симфоническим оркестром. И вот еще вопрос, для самых сомневающихся. Неужели эти деньги действительно есть? Неужели все, что вы собрали, они действительно есть на вашем счете, вы можете это дальше использовать? Все это правда? Они, да, они действительно пришли где-то через две, наверное, меньше трех недель. Ну, это банковский перевод, поэтому есть строки дополнения. И да, в один прекрасный день мне пришло письмо, что ваши средства переведены вам на счет, ура! Я смотрю, действительно, там лежит нужная сумма за вычетом комиссии. И вот, собственно, можно уже все так нею делать. Вау! Кстати говоря, на PayPal, вот именно через Indiegogo, если сделать такую flexible компанию, на PayPal деньги походили вообще моментально, как только кто-то через PayPal сделал свой внос, они ко мне сразу приземлялись. Здорово, то есть достаточно оперативно все? Да. Уф! Ну, если надо, если компания предполагается на какой-то срочный проект, то надо учитывать, что средства будут переведены после окончания, где-то через 2-3 недели, и такой люк имеется между проектом и окончанием компании. Но вы уже можете сформулировать какие-нибудь рекомендации для тех, кто только хочет открыть свою краудфандинговую компанию, но боится? Во-первых, не боятся. во-вторых, действительно, как я говорила, уже продумать, что и как вы будете делать. Не предлагать людям, не знаю, альбом, альбом и еще один альбом, альбом и еще два альбома. Ну, это кажется скучно, лучше продумать вознаграждения и сделать их какими-то уникальными для этой компании. и в Тарасске если аудитория не только в одном городе, а какие-то глобальные вещи придумать, которые можно получить не только материально, но и, допустим, концерт по скайту. Очень, клевая тема. Но, правда, почему-то никто не оценил, ну, потому что, наверное, мы до того бесплатный концерт поставили. Что еще? Да, Тарасске на позитиве всегда очень важно и показывать людям, что это весело и круто и им же самим будет от этого счастье. Ну, как ты думаешь, вот, чем популярнее артист, тем больше у него шансов сделать успешный краудфандинговый проект или не зависит? Или достаточно иметь хорошую идею, хорошее звучание? Ну, как бы зависит, конечно, от качества материала, что ты представляешь из себя, но при должном тщательном, скажем так, отношении к расстройке всего этого мероприятия вполне можно какие-то получить средства для достижения своих целей. Как я уже говорила, у нас получился процент от наших фанов больше, чем средний, хотя у людей там по пять-шесть тысяч подписчиков и им все равно 20-30 человек дают взнос. Там, наверное, есть какая-то статистика умная, хитрая на этих сайтах, от чего это зависит. Но главное все равно, чтобы люди к тебе относились с пониманием и с интересом. Потому что если это им неинтересно, то, конечно, они не захотят тебе дать свои деньги. Зачем? Слушай, а у вас, кстати, не было проблем с англоязычной аудиторией, русскоязычной аудиторией? Все слушают, на каком языке обращаться, на каком писать? Изначально вообще мы разделили свои социальные сети. Facebook у нас англоязычный, а контакт русскоязычный. Соответственно, какие-то обращения именно в этих сетях мы сделали отдельно на английском, отдельно на русском. На самом сайте компании, на Indiegogo я имею в виду, мы тоже сделали подробное описание на русском и английском языке, а в видео я говорила по-английски, так как все-таки у нас больше в протокном соотношении западных товарищей, и субтитры добавляли на русском. Те, кто не знают англоязычного в России, тоже понимали. То есть, в принципе, вопрос решился, а в email-рассылке я видела, у вас приходят два варианта письма и никаких жалоб на этот счет. Нет, нет. Ну, хорошо. Я сейчас забавный случай как раз вспомнила по поводу двойной вешки. В какой-то рассылке в английской части была опечатка насчет даты проведения по-моему онлайн-концерта второго как раз. И один товарищ, который это заметил, написал, что слушайте, у вас там написано неправильно по-английски, я потом перевел по-русски, там другая да, там человек потом мы исправили. Ну, все равно здорово, что всех объединяет хорошая музыка. Вне зависимости от языка. Отлично, слушай, спасибо большое, что согласилась ответить на эти вопросы. Я думаю, для многих будет интересна тема краудфандинга и ваш практический опыт. Но в любом случае, ждем новый альбом. Держи нас в курсе. Я надеюсь, что действительно кому-то будет интересно посмотреть и использовать наш опыт тоже на практике. в курсе. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...